МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые зрители! Мой позывной Гаммовер, это бонус, и мы начинаем программу от винта. Мы получили письмо, автор которого сочувствует нам, потому что выходные мы вынуждены проводить в тесной и душной студии. Дорогой друг, твои чувства делают тебе честь, но снимаем наши программы, мы за городом, на ломе природы. На даче! В вербилках. Хорошо. А что, шашлык не готов еще? Да нет, чего. А городские? Смотрят. Смотрят? Ну, тогда продолжаем нашу передачу. Вот винток! Первая игра, о которой пойдет сегодня речь, называется очень просто. Четыре на четыре. Естественным образом, это переводится как... Шестнадцать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Джип в наше время – это не роскош и не средство передвижения. Джип – это средство убеждения. Че-то уже очень качает. Да так и должно быть. При виде хорошего джипа тебя тошнит, у тебя ноги подкашиваются, потому что ты знаешь, вот едут неприятности. Да нет, я в смысле дорога неровная. В этой игре несколько трасс, и все с очень романтичными названиями. Поле боя там, ну или кухня дьявола. Дорога здесь неровная, с ухабами. На Западе подобные дороги высоко ценятся. Их там специальные люди делают. Их услуги дорого обходятся устроителям состязаний вездеходов. А у нас? Такую трассу легко соорудит любое дорожное управление. Им зовут ее «Шоссе». Ой, ну как же качает-то, а? Да, если поиграет 4 на 4 часик-другой, то у вас могут появиться зловещие симптомы. Укачивает. Так что неспроста понимающие люди ездят на джипах исключительно по ровным и хорошим дорогам. Кабина у этой машины высоко расположена, оттуда прекрасно видно, кто кому, и чего, и сколько должен. Любит кататься в машинах этого класса и охрана всякая. Охрана следует за автомобилем клиента и смотрит, чтобы на него кто не наехал. Понимаешь? Да вот только странно представить себе, что на Западе джипами пользуются обыкновенные фермеры. Игра 4 на 4 идет в нескольких разрешениях. Так что при желании поиграть в нее смогут и обладатели 486-х процессоров, права которых в последнее время попираются всячески. Нет, ну как же качает. Извините, я на минуточку. Да. И то правда, пора заканчивать. Нам еще в Москву возвращаться по точно такой же дороге. Вот все говорят, от винта, от винта. А ведь есть человек, который извлек пользу, я бы сказал, реальную пользу от просмотра нашей программы. Предлагаем вашему вниманию церемонию награждения победителя нашей викторины. Все вы, вне всякого сомнения, помните о нашей викторине. Теперь вы можете воочию увидеть ее победителя, человека по имени Иван Розанов. Наша компания, спонсор программы от винта, рада представить нашего победителя, которым стал Иван, и вручить ему этот замечательный монитор, мультимедиа-монитор компании ViewSonic, ViewSonic 15GA Perfect Sound. Уверяем вас, что наш победитель не является чьим-то племянником или свояком. Иван действительно просто телезритель, который правильно и оперативно ответил на вопросы конкурса. И вот, извольте видеть, целый монитор бескорыстно, то есть даром. В тот же день в одном из 43 магазинов холдинга ДВМ произошло еще одно любопытное событие. Был продан 200-тысячный монитор той же фирмы, то есть ViewSonic. Покупателем стала Российская Академия Физической Культуры, и я вручаю ее представителю не только сам монитор, но и сертификат, дающий право на пожизненную гарантию. Вот так-то. Лето наконец-то закончилось. Закончилось, вызванная отпусками и каникулами разлука с персональными компьютерами. Мы вам честно признаемся, что мы сами стараемся никуда не выезжать, а для путешествия используем интернет. Потому что тяга к путешествиям может завести путника, бог знает в какие места. А откуда и не сразу выберешься? Об этом рассказывает наша следующая игра, которая называется Shivers. Итак, действие этого квеста происходит в провинциальном американском городке, который называется Циклон. Поблизости от города находится каньон Дьявола, который пользуется среди местных жителей дурной славой. Ну, если бы вы видели этих местных жителей, то поняли бы, что испугать их не так легко. Они сами кого хочешь напугают. Как ты попал сюда? Ты что, проехал на этом грязном мотоцикле через завал? Кто не может ни въехать, ни выехать отсюда уже много дней? В былые времена в каньоне проживали индейские племена. И о той эпохе нам напоминают наскальные рисунки и мумии индейца, которая хранится на местной бензоколонке. История начинается с того, что в город приехала рок-группа TripCiclon. Через некоторое время музыканты сгинули без следа, не оставив даже золотого диска, и на их поиски отправляется главный герой игры. Приехав в город, он обнаружил, что практически все жители его покинули. Герои и авторы игры уверены, что в этом повинна нечистая сила. Мы же думаем, что людей выгнала из жилищ музыка, исполняемая группой TripCiclon. Несколько видеоклипов, которые вы сможете посмотреть в ходе игры. Так или иначе, но для того, чтобы побороть дьявольские козни, вам нужно отыскать 12 молитвенных палочек и отнести их в каньон. Пожалуйста, не будь как другие. Пасть дьявола убьет тебя. Это место проклято. Доступ к каждой палочке преграждают головоломки, в решении которых и заключается весь смысл игры. Загадки встречаются довольно интересные. В целом, они напоминают те, которые используются в тестах по определению IQ, то есть уровня интеллекта. Так что вы рискуете тем, что в конце игры, ко всему прочему, узнаете и уровень своего интеллекта. А это не каждому понравится. К тому же мы не совсем согласны с той задачей, которая стоит перед играющим. Освободить музыкантов из группы TripCyclon. Нам кажется, что группе лучше оставаться там, где она сейчас. В каньоне дьявола. Ну вот и все на сегодня. Шашлык готов. Гейм, как говорится, оба. В смысле это? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин